В начале данного видеоролика хочу вам представить уникальный, мега крутой и просто опупительный проект под названием Авсам Проджект. Обязательно заходи и играй вместе со своими друзьями, потому что именно тут ты можешь встретить меня. Тут, ребята, очень много квестов, большой красивый спаун и тут точно скучно не будет, но только не хватает именно тебя. Все необходимые данные есть в описании, заходи и играй вместе со мной. Ну что ж, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе и сегодня, ребята, ваш Кент АПК вам хотел бы предложить парочку годных идей для будущих обновлений Блок Страйка. И кому они понравятся, то, пожалуйста, поставьте лайк, потому что все эти видео мониторят создатели Блок Страйка. Если они поймут, что эти идеи нравятся вам, то вполне вероятно, что они их реализуют. Ну что ж, а мы начинаем. И первая идея, это, ребята, ввести фильтр по картам, потому что иногда бывают такие моменты, что, допустим, нажимаешь режим командный бой, а там 10 страниц этих серверов, а название сервера очень длинное, и поэтому тебе надо просто листать и искать необходимый для тебя сервер. Поэтому, если был бы фильтр по картам, то все это дело можно было бы очень сильно упростить. Но, насколько мне известно, то данный фильтр уже, ребят, понемножку реализует Тайберс, так что поставьте лайки, возможно, это обновление выйдет немножко быстрее. Вторая идея касается режима бомба. Не знаю, как вам, но, как по мне, ребята, немножко уныло и немножко скучно, когда эту бомбу можно ставить всего лишь в одном месте. Многие, прям очень-очень многие из вас писали, мол, ну надоело это уже всем, ну мы хотим ставить бомбу не только в определенной точке, хотим ставить бомбу в радиусе двух-трех шагов, как в оригинальном КС, потому что это гораздо веселее, гораздо круче, потому что бомбу можно где-то запрятать и тому подобное. Так что мы хотим, чтобы бомбу можно было ставить в радиусе трех шагов. Третья идея очень проста. Как сказал Йозеф Геббельс, все просто и гениально. Нам, ребята, надо всего лишь одна кнопка, всего лишь одна маленькая ерунда, это смена команды. У меня уже подгорает. Мы играли с Анеткой, я зашел, Анетка зашла, и в итоге вышло, что мы с ней в разных командах. Так что, ребята, очень надо кнопочка смены команды, пожалуйста. Создатель Блэкстрайка, ну не поленитесь, ну не пропускайте это мимо ушей, ведите кнопку смены команды. Четвертое обновление, это, ребята, добавить женский скин. Ну вы сами согласитесь, ну да, но видите женский ник. Ну смотрите, а там борода, ну какая-то женщина, ну ребята. Ну было бы довольно-таки приятно, если бы у каждой девушки был женский скин. Да и тем более, женский скин, это же не так уж и сложно. Ладно, ладно, кланы, я понимаю, да, там надо кодить и так далее. Ну просто перерисовать из обычного стандартного скина в женский скин, это, ребята, ну не так уж и сложно. Это, посмотрите, дело одного вечера. Так что, надеемся на вашу поддержку и на ваше понимание. Пятая идея касается любителей халявы. И, конечно же, речь пойдет о кейсах. Я считаю, что было бы довольно-таки неплохо ввести ежедневный бесплатный кейс. И чтобы в нем была тоже вероятность выпадения секретных ножей, выпадения керамбита и выпадения классных пушек. Но при этом, чтобы вероятность была гораздо ниже, чем в тех кейсах, где покупаются за золото. Я думаю, что это было бы неплохо и небольшое разнообразие в игре. Ну что ж, на этом у меня все. Я также хочу отметить, что я, ребята, говорил только те идеи, которые вполне реально воплотить. Я мог сказать танки, гранаты и тому подобное, но я понимаю, что вы все это не введете. Я говорил только самое простое и то, что легче все ввести. Так что, надеемся на ваше понимание, на вашу поддержку. Создатели Бокстрека, пожалуйста, не проигнорируйте это видео. Ну что ж, а вы мои уважаемые и любимые подписчики. Большое всем спасибо, потому что у нас уже 70 тысяч. Вы самые лучшие. Пожалуйста, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был ваш Кент. Пока, всем удачи и всем пока.